это мероприятие посвящено очень такой благородной цели масштабной которая связана с тем что во всей львовской области есть только один медицинский центр в котором есть необходимое оборудование это центрифуга которая делает такой анализ крови который позволяет вовремя и главное правильно поставить диагноз это очень важно поставить правильный диагноз и это вот именно для онкобольных детей и сейчас эта центрифуга которая старая там нельзя сколько лет и никакого впереди там ремонт или еще чего-то нет и она уже давно все знают что она скоро накроется откуда я это знаю я не медик я знаю потому что я постоянно сотрудничаю с фондом запорука это фонд занимается именно он к больными детьми мы с ними расписывали палаты делали там еще такое мероприятие перед резвяны фэшновой чернице вот и вот то есть она обратилась тем что нет ли никакого подходящего мероприятия у арт-кластера для того чтобы вот помочь собрать эти деньги сумма не такая астрономическая там триста семьдесят чем тысяч гривен для такого ну как бы масштабной цели вот и собственно говоря у нас был готов уже проект именно аукциона мы готовили его для кременецкого фестиваля но ничего там не получилось на кременецком фестивале именно с аукционом поэтому уже готовый проект который составила искусствовед заряна лилю от кович вот она его полностью сформировала 7 художников 10 картин и вот они собственно говоря и перешли сюда на этот аукцион подключились точно также карт-кластеру к нашему поэты писатели со своими книгами очень сильно поддерживает музыкальная группа рококо они мало того что концерт пройдут они предоставили свои диски на вот эту аукционную перед продажу кроме этого еще поддерживает кавьярня львовской миссис хадсон спаму с помощью фуршета фирма лита помогает именно оборудованием которое очень важно то что хорошо прошел концерт и еще фото зоны подключились ну то есть в принципе достаточно активно нам только нужны сейчас особенно концу августа те кто бы присоединились именно в качестве спонсоров вот мы их ждем будут соблюдены полностью все условия карантина то есть в ста квадратном зале к 100 квадратных метров там 15 кресел на необходимом расстоянии татьяна пыл и пец проведет замечательно это связь не все мероприятие сам этот аукцион будет презентация книг вот и то есть мы ждем на это мероприятие тех кто готов помочь собрать эту сумму еще подключилась платформа аукционный сервис на котором все лоты размещены можно можно даже не присутствует точно также помочь то есть из любого города украины мира без разницы можно уже сейчас приобрести книги которые выложены на этой аукционной платформе у нас на странице можно диски можно мастерский альбом приобрести и все эти вся эта сумма будет уже переходить скрыть не можно прийти на фото зону то есть это был онлайн оффлайн можно прийти сфотографироваться фото зоне положить в эту скрыню сколько готов денег потом на самом аукционе можно онлайн участвовать и оффлайн 29 августа в наверное в 17.00 будет на площади рынок 9 происходить это в здании каминной зале прямо в центре города это библиотека иванчука вот очень такое красивое очень помещение мы там уже тоже делали мероприятие то есть три варианта можно присоединиться к аукциону можно присоединиться непосредственно к этому к покупке и к фото и фотографированию в 2018 году то есть вот уже скоро будет два года как я при переехала во львов и мне очень не хватало так как я во первых русскоязычная во вторых я переселенка с крыма мне очень сильно не хватало именно арт-пространство арт-знакомств вот и я подумала организовать такое сначала женский клуб в котором я могла бы помочь другим женщинам в том что я умею я проводила сам до этого времени много разных организаций мероприятий в разных городах я проводила занятия то есть всем этим готова была делиться как правильно провести разные мероприятия как провести занятия с детьми со взрослыми мастер-классами там были разработаны так как я профессиональный графический дизайнер еще до этого профессиональный биолог и учитель там больше восьми лет у меня и статьи есть на разные темы я хотела с этим делиться помогать но все равно все повернулось в арт то есть вы мы объединились с поэтессой вот юлия баир с писательница ольга и ганы поэтессой и все больше больше росло и стали к наше мероприятие приходить мужчины и уже понятно что арт-клуб даже женский клуб уже не не подходит сейчас мы уже пришли как бы соединение у нас происходит с громадской организацией но у научная творческая такая сечневый гис не значит что это значит вот буду уже разговаривать с владимиром тымчуком вот и мы будем наши мероприятия еще более расширять какие-то грантовые программы это такое содружество творческих людей которые помогают друг другу проводить какие-то проекты мы за это время провели семь выставок которые живописи поэзия фотографии поэзия мы провели более ста бесплатных волонтерских занятий вот поэтесса юлия английская для детей я пластилиновая школа для детей вот в этом году колористика для детей с психологическая как сказать консультаций гармония гармония личности мы проводили для по арт-терапии для женщин с мастерами народной творчести в которую спилку я схожу так я плавлю стекло кстати на мне то что я плавлю вот мы с ними тоже проводили мероприятие мы участвуем в разных фестивалях вот последний фестиваль это был криминецкий фестиваль на котором и наши поэты и должна был наша писатель и художники долучались то есть постоянно какие-то происходят мероприятия чаще всего это происходит так что варго вот есть такой проект как это можно сделать начинаешь обзванивать предлагает создавать находится место то есть у нас постоянно медиатека номер два очень большое красивое помещение во львове недалеко от того места где я живу поэтому мне как бы очень удобно там мы проводили много мероприятий достаточно много больших интересных и мы собираемся дальше с ними сотрудничать с галереями мы сотрудничали на там у нас есть галерея про арт очень интересная п.м. сейчас вот у нас есть уже договоренности с арт кавой нас все больше и больше растут мероприятия потому что остаются в каком-то вот круге общения те с кем тем с кем тебе удобно общаться и ну и хорошо получается потому что цель то собственно говоря развиваться конечно заработать бы хотелось но это пока не стоит самой первой целью возможно в будущем будет творчество это жизнь для меня я совсем недавно вот составляла там отвечала на вопросы к одному интервью когда самый первый раз там задумался о чем-то и я вот вспомнила что первый раз в жизни для меня искусство вошло в мою в мою жизнь в пятом классе на уроке у нас был уроки искусствоведения это были самые замечательные для меня уроки я помню практически все что на них было а для пятиклассников обычно это честно будет свое стекло нас был замечательный педагог вот когда искусство тогда вот вошло в мою жизнь там еще в театральной студии занималась счетом где-то знаете как она там и там как скрипки и фотографирует еще и крестиком вышивают это все как бы все вместе но творчество оно проявляется во всем на самом деле для кого-то то кажется творчество это вот рисует рисует лепит там что-то пишет даже то как люди общаются даже только не проводят время это тоже творческий процесс если ты к ним подходишь творчески то есть можно приехать на природу и просто шашлыки жарить там и с друзьями квасить а можно наслаждаться природой там может фотографировать писать там просто наслаждаться это тоже творческий процесс особенно если из этого еще что-то потом рождается о чем я мечтаю чтобы мои все мои сказки и рассказы были перейдены на все языки мира и все их читали и чтобы мои картины были во всех музеях мира мои сказки о мечте о мечтах о доброте они всегда с каким-то философским подтекстом самая первая клинь перемогла мрии она не идет красной линии через весь рассказ но она с таким намеком что надо не надо лениться лень убивает вообще действия а без действия мы стоим и умираем но это это лично мои такие выводы все сказки о том как разный как в разных обстоятельствах разные существа потому что у меня людей мало там основа существа вот как они себя ведут и к чему это приводит и чаще всего это приводит ну то есть какая-то цель есть там добывает несчастье происходит одно за одним но в результате если ты делаешь выбор один раз второй раз правильно то ты придешь к комната успех иногда для правильность выбора определяет тем что нужно его еще раз сделать и тогда будет что-то еще но это всегда ну то есть сказки мои про мои размышления про мои какие-то философские идеи прежде всего меня вдохновляет природа природа причем это могут быть скалы камни там могут может быть небо первое что я во львове обратила внимание какое какое-то вот розовое небо причем у меня там дом напротив этого аэропорта я каждый раз выхожу каждый раз просто обалдевая какой шикарный вид море без моря я вообще просто если я раз в год не побываю на море у меня начинает крышу сносить море вода лес все все что связано с природой возможно потому что в детстве я много проводила на природе времени для меня это важно и я чувствую связь с живыми объектами когда вот мне совсем стало плохо на душе там у нас были такие семейные обстоятельства у меня погибли все цветы хотя мне было очень много и они были очень разные и вот до последнего времени я не даже не покупала цветы не было какой-то необходимости но сейчас я уже чувствую что у меня дома не хватает уже я уже чувствую что я наверное дома вот и мне нужны мне нужны цветы мне нужны живые объекты мне очень нравится звук воды мне фонтанчик опять же хочется природа прежде всего природа иногда бывает смотришь на человека вот он там не очень красивый там да не очень умный там неважно какой но вот этот человек вот он как-то тебя раз и зацепил вот именно своим там профилем каким-то или улыбкой или как он там что-то делает вот последняя такая пара колоритно я сделала набросок может я нарисую даже это но я думаю что нарисую с этого наброска вот если сравнить это вот у ван гога есть такая такой рассказ едоки картофеля серый мрачные люди в этом всем в темном вот это вот пара они вы они выловили с неба у них еще двое детей и они какие-то вот как мне кажется в таких же какой-то в той же проекции что вот они тут же пьют это пиво курят и какие-то такие мрачные выловили этих как они за креветок они же такие мелкие эти креветки что там роется и вот это вот какая-то их ну я же говорю что они связаны ни с красотой ни с чем но но очень колоритные тут же начала делать набросок все равно сфотографировала еще потому что это передача цвета она все равно конечно больше в голове ну вот бывает что люди тоже но чаще чаще природа прежде всего у человека должно быть желание если есть это желание и ты не даешь ему выплеснуться она начинает тебя точить изнутри она приведет я думаю какой-то такой знаете вот точь и точь и в конце концов будет дырка и в конце концов будет два варианта либо этот за фонтанирует и ты будешь это делать либо он тебя разрушит полностью вот нельзя позволить чтобы она тебя разрушила обязательно должен быть выход у любого таланта у любви даже не делал не в таланте а именно вот в этом твой правильно творце вот в этом творце тебе ты кайфуешь и того что ты там собираешь делаешь букеты ну позволь себе это делать просто если люди люди просто чаще всего начинают сразу спрашивать мнение ну как тебе кажется это талантливо а может мне этим заниматься зарабатывать если человек начинает этим думать о том сколько он на этом заработает все творец умирает тут же есть внутри дай выплеснуться неважно в чем это будет главное пусть она выплескивается и тебя наполняет вот есть такая фраза вот не помню кого льюиса кэрролл или у кого связано с тем что если каждый человек будет заниматься своим делом никогда будет лезть в чужие дела но замечательная фраза пусть все занимаются вот этим творцом за своим внутренним творцом не больше накопить не еще где-то достать не что-то там еще показать а именно вот вот это твоя свои творческая жилка тогда мне кажется вообще всем будет не до другого приходить наслаждаться насыщаться и творить ну это вообще мне кажется идеал общества а а а Субтитры создавал DimaTorzok